Какая милота! Кэт из Решикеш или из других городов? Он из Дели. Из Дели? Камин! Смотри, еще один! Он тоже из Дели? Да. Симба и Белла. Симба? Симба и Белла. Симба и Белла? Да, и Симба и Белла. Рыженький Симба, а она Белла. Симба, ты прекрасна! Ты такой божественный! Я люблю тебя! Ты очень сладкий! Я думаю, наверное, у Амита Абачана было меньше внимания. Чем у котиков из Дели? О, неизвестно какую тискать! Кого же потискать? Кого же потискать? Вы что, котов не видели в России? Серьезно? Котов не видели в России? У меня дома черная кошка. Надо было тоже взять, чтобы было бы с ней красавица. Мы в Гуа насмотрелись котов, но молчаливых котов я вообще в Индии не видела. Какой ты косик! Это же прекрасный, прекрасный котик! У нас сегодня день начался с кота, а кот ворвался в наш дом и обследовал все. Нет, ну ты прямо Белла, ну ты великолепна, ну ты прекрасна! О, Боже! Ну что за день счастливый? У него, смотри, кисточки чуть-чуть, little bit like this. Смотри, какие кисточки! Он Мэйкун? Нет, нет, у него носик такой. Но мимо, наверное, проходил какой-нибудь Мэйкун. Может быть. Ну что это такое? Ты так милая! Я беру Беллу. Все, она уже забирает Беллу. Я знаю, я не знаю. А, так это его? Это его коты? Это его коты? Это его коты. А где они живут? Где они живут? Где ты живешь? Здесь? Дели. А, я хочу посетить их. Короче, да, он привёз их из Дели, он приехал к другу, так я поняла, да? А лапа-то какая! А лапа-то какая! Мы движение перегородили, но нам даже никто... А я думала, что же она так реагирует на своего кота. Потому что это не её кот. Потому что собак так не реагирует только на коту. Нет, ну котики, котики, это самое прекрасное, что я езжу в мире. А собаки потом. Они захватили мир! Да. Ооо, я так не могу. Мы тут просто в экстазе. Что? Мы в экстазе. Это Белла, она из Дели, звезда проездом из Дели. Это что-то удивительно. А там вторая, да? Да. Он привёз и Беллу, да, и Симбу, да. Прикольно. Попутешествовать из Дели. А волосы кошки так даются? И молчат. Это не то, что наши эти гуанские. Какие гуанские? Даже русские. Сейчас так вот понеси. Не каждая любит. Вот бы уже богатями впилась бы сюда как-нибудь сидела бы. Нет, они просто были как ртуть. Мягкая такая. Ну да. Оренбургский пуховый платок. О, ну пошли потихонечку. А вы куда собрались-то? Думаю, пока шляемся, территорию. А, и мы шляемся. Мы уже коврик тоже взяли. Но нам одного хватит там буквально. Да, Шулька тоже два коврика взяла. Мы пошли шляться дальше. У меня, знаешь, вот как будто бы после массажа, ну какой-то это был ментальный массаж. У меня все расслабилось. Я такая вся счастливая. Вот это преимущество кошек. Они как будто бы снимают что-то вот. Да, все напряжение снимают. Даже чужие кошки. И даже если на них просто смотреть. Даже если не гладить. Я почти не гладила, потому что у меня в одной руке была камера, в другой бутылка. Они настолько как бы чувствуют свое великолепие, что они уже такие, ну да, мы вот такие, мы тут со мной любят. Ладно, уж поклоняйтесь, да? Да, да. Сейчас я скучилась по коврике. Мы сейчас немножко воды поедим, да? Да, а потом что коврики? А коврики же Саши сказала, что заберет. А ваш коврик, который запрятанный? Нет, я его потом куплю. Завтра мы с тобой пойдем. Иначе что сегодня? И твои коврики, и мои коврики. А мне же потом еще парочку надо. Да, первым делом твои коврики, потому что тебе отправлять. Надо еще взять парочку. Один я хочу все-таки вот здесь положить, чтобы песок хотя бы. Обязательно, обязательно. Так а может там, среди моего коврика? Тебе, нет? Ничего не глянула? А нет, сюда-то я могу что-то, ну надо посмотреть. А завтра нас, значит, сейчас ведут в закрытый элитный клуб. Что уже? Мы подышим элитным воздухом и станем прямо почти элитными. Вот здесь картошка, значит, килограмм. Примерно 7 струклей. Ветро примерно. Вот здесь, по-моему, да? Вот здесь он делал картошку. А может мне взять себе на ужин маленькую? А, ну возьми, давай. Картошку, да, или что-то хочешь? Попатейто. Сколько? Попатейто. Сколько? Попатейто. Сколько? Что ты хочешь? Попатейто. Весуо, френч, френч. Да. Френч фрайс. Да. Фрэнч фрайс. 40 рублей, половиночка. 40 и половиночка. Да. Half. Ага. 5-10 минут. Да, да. Подождите 5-10 минут. Окей. Да. Он прямо сырую будет, да? Да. Оу. 1-1 час. You make from fresh, да? Угу. 5-5. Да, да, да. We wait, we wait. Шикарно. 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 40 рублей, прекрасно уже. Ага. Ага. 100 рублей. 4-10. Египет 1 cases, да? 1-1. applies. Угу. Хамся. Черные Creative. Ага, садись. Осторожно, чтобы не покатилась, как у Джая. Там я видела собачку, у нее сердечко на углу. Мне кажется, такой нож неудобный. Все так просто, доска такая разделочная, просто кусочек где-то подобранной доски. Это чили? Турмирик? Хорошо, хорошо для здоровья, говорят. А это что? Вот здесь кукурузная мука. Вот оно что? Вот оно что? И соль, да? И соль. И соль. И соль. Ага. Воль. И соль. у тебя бы не было ни свободного дня не вечера ты бы поняла проблемы суперзвезд они обваляли в кукурузной муке и немножко еще по обрызгали водой это какой-то интересный стиль но они сказали еще бы обрызгали какой-то посыпали пудрой и сказали что это хэлси масле здорово три больших картофеля на тебе плюс куча масла я все не съем это три большие картофель это половинка это половинка да ну вот еще остатки срезалась там с кусочками какими-то слушай хороший динер хороший ужин да а я же хотела вода потом пойти но я немножко тебе помогу ладно а как же хорошо да тем более же надо а ты будешь грибы открылой грибы открывать эти огурцы то есть и надо же да надо же пробовать ну в таком случае конечно я помогу девочка аж заплакать да да я смотрю плачет это такой уж густо как и любят котиков все любят котиков все таки пески не вызывают столько эмоций а коты прям уж они же дорогу перекрыли и машины такие терпеливо едут не бибикает ну да но он наверное они я думаю живут в деле наверное хорошей квартире с кондиционером и вот для меня он а он вот и 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 Вот так вот нахуй Ты смотришь на антрену А вот и зишки блять Попробуем этот сыр Ну прям шикарный Это будет макалочка, да? Да С огурчиком Соль Соль Ну, нам понадобится двоих, плюс огурцы. Да, да. Ну что? Готово. Непонятный элемент. Давайте, прям здесь. Вилка, вилка непонятный элемент. Руки понятный элемент. Сейчас огурцы еще будут элементы. Достаем? Достаем. Так, это как мы подготовились. Слушай. Так, это хлебушек. Это банка. А ты ее сможешь открыть? Мы попроще. Да. Так. Как это мило. Пришли в ресторан со всем своим. Мы однажды с водой пришли. Меня там это... Расчехвостили. О! Тейнки. 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 Тейнки, нормально. Дай ему салфеточку. Он, по-моему, облился. О, я даже не знаю. Огурец, огурец. Давайте я вас сфоткаю. Это прям вообще. Давай. А потом я от тебя. Хорошо. Так, это можно как бы немножко убрать. А вот огурцы... Угу. Не, по-моему. Положи, положи его наверх на этот, на... Ага. Вот так. Это вам интересно. А сейчас, подожди, я огурчик на... Назаю. Держи реквизит. Давай, давай телефон, держи реквизит. Ой, ты боже мой, я не могу... Этот огурчик, он в кадр-то... В кадр-то попадет, его будет видно. О, так, ну что? Пробуем? Пробуем. Маньячок, который с огурцами. Опа! Вкусненько. Ммм, они хрустят. Да. Да. Настоящий огурец. Я... Мне когда пишут, мы едем, мы хотим вам что-то привезти, говорите, что? Мне так неудобно, мне так хочется попросить огурцов вот таких вот мелких, или... Ну, думаю, нет, не буду просить, потому что заморачивает людей, да. Сбылась мечта. В Индии русский ужин. Представляете? Еще салфетку. Давайте ломайте своей рукой. А то опять начнут. Опять начнут. Ой, нет, это что-то многовато. Давай ее раздели вот так на две половинки. Вот, ну, вот так. Да. Ага. Все. Теперь еще и этот попробуем. Мне так нравится такой ужин. Так, что это? Поехали! 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 А сыр какой хороший. Прямо вот это, вот прямо идеально. Ты говорила, он должен быть мягче. Тут у меня такой жестковатый, а этот вот совсем мягкий тянется. Мы можем туда бежать. Да, да, отлично. Ты там хорошо приныкала все сыры, которые мы потом возьмем. Ну, это вообще, ну все, друзья, я отключаюсь. Мне нужно две руки и вообще все нужно. А то одной руки не хватает. Хочется за все хвататься. 45 минут. Да, есть 12 или 13. Потом говорит, давайте на 9 километров, чтобы просто хотя бы почувствовать. Угу. Вот. Не знаю насчет Виталика, вот Катя говорила, что типа мне интересно. Они согласны, да? Ну вот насчет Виталика не знаю, но вот Виталик сказал, что Катя хочет. Типа он такой, я не люблю. Еще думаю. А я думаю. Ну и у меня. У тебя тоже у вилки сломалось. Мы так усиленно тыкали в огурцы вилками. Ты когда-нибудь ужинала, поломав вилки? Нет. Первый раз. Мне, честно, я на улице ни разу банку с огурцами не открывала. Жареной картошкой. Ну, все бывает первый раз. Да, надо вот теперь такой брать тоже. Да, это обычный, вот прямо обычная виола, да, вот как бы. Да. Я на вкус берет как раз-таки вот так же, как вот в Индии, да? Да, моя, брая. Что намажешь, то что положишь, то и хорошо. Давай, я и тяга брая. Почему не берет, не ломайте хлеб? Не, мне хватит вот этот вот хлеб. Необычный ужин. Ну, вкусно все. Все сегодня необычное, начиная с катар, который поселился у нас. Потом и это. И заканчивая катарами. А пуджа какая была? А пуджа. Я в восторге. А ужин? Все вообще. Теперь кармашек для чая. Где туда высох? Угу. Спасибо за ужин. Русский ужин в Решикеши. Хорошая была идея, идея. Мне просто все совпало. Иногда просто попадает. Внезапненько. Я думала, ты хочешь обычных огурцов. Там Шива, тут Будда, тут коровушка. Смотри. Давай,ди. Это прям дитя животных. Он просто купил вот капусту, попросил её порезать и пошёл кормить корову первую попавшуюся. Вот вайшнавы говорят, что кормить коров – это даже больше заслуг, чем спасти чью-то жизнь. Привет! Ну вот, привезёшь Кубу, вот тоже так, идёшь ты по улице, а тебе раз, капуста, тебе раз, кошачий корм. Кубанька, это у нас никакая, она у нас привередливая, к ней на хромой коблиль не подъедешь. Ну, тебе раз, кольцо с бриллиантом. Вот, правильное направление. Ближе, ближе, да, к правильному.